Ты сказал еще, кстати, что готов уже поготовить. Да я уже рвусь обои. Вот уже нарядик у меня. Мне кажется, идет, кстати. Ну тогда, как говорят англичане, you are welcome. Давай, в общем, по-нашему. Переходим. Мы целенаправленно подготовили один только фартук. Как вы знаете, мой соведущий, он новенький наш. Посмотрим, как будет он готовить. Я только морально буду помогать. Елена Букина. Доброе утро. Доброе утро. Да, наша давнишняя хорошая подруга. Мы очень рады всегда, когда вы к нам приходите. Это всегда очень вкусно. Я даже много чего вы это готовите. Готовлю дома. Пытаюсь. Ну, конечно, надо, 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 надо. Все у нас только полезно и только вкусно. Что будем мы делать? Что от меня требуется самое главное? Резать лук зеленый. Тоненько. По опросам, я так поняла, зрители, да? У нас на первом месте яйцо и зеленый лук. Да? Да. Капуста, да? И капуста. И вообще, и мы голосуем за лук-яйцо. А я за капусту. Ну, будешь готовить с луком с яйцом? Ну, ничего, ничего. И лук-яйцо я тоже люблю. И еще у нас есть вранетки. Это сладенькие. Да, да. Это по сезону. То есть у нас будет, да, да. Мы сейчас их порежем, приготовим их в микроволновке. А, это, насколько это вообще возможно? Я всегда думал, что это какой-то миф, что можно пирожки сделать в микроволновке. Можно. Полторы минуты на каждый пирожок, и все. Слушайте, ну вот так экономия времени, мне кажется, просто. Это очень быстро. В полевых условиях. Ну что ж, давайте. Режем, да. Просто мне кажется, я как вот в сказке, где... Режь давай. Все. Так, что в сказке? Ты режь и говори. Когда он приходил к печке, и у него все они жареные, пережаренные, все не так, печка выгоняла, говорила, нет, все, иди отсюда, иди отсюда. Хорошо, режешь, пока нормально идет. Так, я профессионал во всем. Так. Ой, там чуть-чуть пальцы, профессионал чуть-чуть пальцы себе не оттяпал. Лен, если говорить вот про начинку вот этого лука-яйца, там какие-то секретики есть или нет? Нужно что-то знать? Да, ну вообще вот, например, бабушке добавляют сливочное масло мягкое. Вот оно, вот оно в конфигуре. Ну не будем, потому что сейчас это калорийно будет, конечно. Да, да, да. Поэтому можно обойтись и без него. Чуть соли, чуть перчика, переварить яйцо, а вот такое для того, чтобы консистенция начинки была более такая густая. Пойдет или еще поменьше? Отлично. Начиночку словим, кстати, или нет? Ну, а, могу, могу, умею, практикую. Так, что дальше? Значит, перемешиваем все это. Перемешиваем. Да, может быть, на какой-нибудь другой посуде. Давайте вот так вот. Давайте. Все перемешаем, размешаем. Вот это мне надо сейчас сюда. Да, и размешать. Перемешать. Так, давайте пока уберем. Давай. Я видел в фильмах как-то делается, да, смотрел их. Будь осторожен. Немножечко. Друзья, здесь такой запах, опять вот этот луковый, приятный. Пахнет, да. Да, жаль, что лук уже отошел, вот этот вот летний, хороший. Чуть-чуть перемешиваем. Там вообще сам Бог велел готовить с луком, с яйцом, пирожком. Слушай, ну аппетит-то сразу как нагуливается, а? Моментально. Всем приятного аппетита, кто нас сейчас смотрит. Вставайте вместе с нами с утром на Енисеи. Ну, а мы переходим дальше к человеку, который тоже готовил, кстати, любит эксперименты. Михаил Иванов. Но решил в этот раз кулинарный эксперимент провести и готовил. Давайте посмотрим, что у него из этого вышло. Наталья, ну не ценишь ты, не ценишь. Вот Миша всегда на работу приносит что-то, что ему жена приготовила, делится всегда с нами, всегда очень вкусно. Благодарность большая. А в этот раз он приготовил и принес вообще-то нам, а не домой, понес жене в ответочку. Так что, Миша, спасибо тебе большое, огромное. Да, ну вы там, пожалуйста, не отвлекайтесь. Так, а мы тут что делаем? Что? Мы поставим яблочки в микроволновку. Прямо ставим? Да. Посыпали сахаром, можно посыпать корицей. С этим-то я справлюсь. Урани так очень яркий вкус. Справишься. Все, поддержка самое главное, баланс у нас. Так, закрываю. И на сколько поставить мне? На две минуты. На две минуточки, все прекрасно. Что мы дальше делаем? Вот мы какие-то колобки накрутили. Я вот видел видео, как делают пельмени. Делают небольшой кругляшок, вмятину. Туда чуть-чуть вот фарша, и они прямо вот так вот вталкивают, вталкивают, обволакивают. Пирожки так можно сделать? Не знаю. Можно будет проверить. Рубрика эксперимент. Знаете, что я... Мы начнем делать с яйцом. Давайте. Коллеги, я вынуждена спрервать, потому что новости здесь по плану. Но это не мешает вам там лепить пирожки. Вы работайте, пожалуйста, делайте. А я по новостям больше. Собственно, что я и продолжу делать. Да. У вас тут, знаете, что... Молоко убежало, как говорится. У вас что-то яблочки тут уже под... Коля, ты заметила, как эффектно пикнуло? Прямо по аккомпанемент тебе под новости. По время новостей, я думала, вот микроволновочка-то молодец. Достаем, достаем. Аромат какой уже сразу аппетитно все становится. Яблочный. Так, давайте подождите, посмотрим, что же у нас тут получилось. Подпялили, стали мягенькими. Они пропитались сахаром, пустили сок. Такие аккуратненькие, вкусненькие. Ронеточки, напомню, что мы под... Как раз сезон. Подвялили, подрумянили в микроволновке, да? Да. Это будет начинка? С сахаром, да. Так, что мы дальше? Выкладываем начинку. Все, продолжаем. А какую теперь? Давайте будем пока яйцо закончить. Пока лук, яйцо. Расскажите ему, куда выкладывать. Или он... А, он сообщает. А сколько надо? Самое главное, каких пропорций? Все, нормально пойдет. Ложечка одна. Начинки много. Ложечка вторая. Кстати, это вопрос, да. Чтобы было меньше теста, больше начинки. Да, да. Тут надо как-то не перегнуть же тоже, чтобы они не провались, дырок не было. Да, ну, что вкусно было, потому что, на самом деле, иногда обилие начинки не всегда хорошо сказывается вот на каких-то гастрономических особенностях, потому что, ну, невкусно просто становится, когда, например, беляш берешь, там очень много мяса, мясо, мясо и мало теста. Мне кажется, это невкусно. Баланс. Главное баланс. Да, потому что можно же представить вот эти чебуреки знаменитые, здоровенные такие, где очень много теста, и там где-то по ним бегает маленький кусочек мяса. Так, вот, по-моему, я сейчас с начинкой переборщил, не влазит у меня все. Ну, пожалуйста. Чего страшного? Вот так вот, смотрите. Ну, сразу видно, профессионал, быстренько сориентировался, у меня паника, ни разу в жизни не пек. Мне кажется, вообще, на самом деле, сейчас вот как-то у молодежи выпечка, ну, на второй план отходит. Я вот уже редко встречаю, когда кто-то моложе 30-ти, меня как-то вот радует, я не знаю, там, пирожками, там, сосиски в тесте беляши. В основном это вот, ну, бабушка. Вот говорится, вот говоришь пирожки от бабушки, и сразу, и сразу чувствуешь, что будет что-то очень вкусное. Я надеюсь, вы со мной согласны. Кстати, звоните нам по номеру 2-33-11-66, рассказывайте, какие пирожки вы любите. Покупные, домашние, жареные, печеные, с луком и яйцом, или капустой, или, может быть, какие-то другие начинки. Да, вот такие вот, я сладкие очень люблю. В общем, мамины, бабушкины, любите ли вы вообще пирожки? Какие у вас начинки? Делитесь, 2-33-11-66, блок полезной информации прямо сейчас. Ложечка за ложечкой, пирожок пирожочку, вот так вот, оп, обернули, вкуснятина, получилось. С музыкой не очень, но вроде с супчиками, с лепкой неплохо. Хорошо, залепляй, пожалуйста. Уверена, я уверена это делаю очень. Да это что такое? Я все новые границы. Лена, скажите ему, он плохо залепливает там. Как плохо? Все прекрасно. У меня вот немножко даже динозавр получает за горбом. Я пока со зрителями, можно поговорю? Лариса к нам дозвонилась. Ой, ну что он делает? Ладно, посмотрим. Лариса, доброе утро. Здравствуйте. Видели, что там происходит? Вижу, вижу. Ну, вы печете с луком, с яйцом? Да, обязательно. И с луком, с яйцом, и с капустой, и с картошкой. Внуки с картошкой любят. И тем еще мясо. А как вы это делаете? Вот как, например, моя мама. Она если печет, например, с луком, с яйцом, у нее там сразу и с картошкой. Много, много, много. Или это отдельное мероприятие? Нет, у меня по 10-15 штук с каждым ингредиентом получается. Во, мы тоже так делаем, кстати, да. Какие ваши еще какие-то фирменные, может быть, начиночки? Нет, только вот с этими больше любят, а остальное нет. И в яйцо с луком я добавляю масло, ну, растапливаю масло. О, да-да-да-да-да. Оно вкуснее. И чтобы на сковородке, когда жаришь их, и чтобы масло потом в пирожках лишнее ушло, я выкладываю после сковородки на салфетку. А, ну, чтобы впиталось все лишнее, да? Да, да, и масла нету. Не знаю, я пробовала так делать, у меня не очень получается. Все равно у меня жирные пирожки, хотя хочется, чтобы они по... Печеные, конечно, тоже хороши, да, но вот, мне кажется, жареные вот оно... Вы какие, кстати, любите? Я ж... Жареные или печеные? Ага, наверное, связь, что-то. Наверное, аппетит разыгрался, просто сразу же за пирожками побежали. Она убежала за пирожками. Спасибо вам большое. Да, немножко сорвался, наверное, там звонок, но спасибо большое. Ой, так, ну, у меня, мне кажется, хорошо идет. Вот, Наталья, попробуй, попробуй, угадай, где здесь не мои пирожки. Да я знаю, где твои, давай так, вот... Где? Где? Где вот... Вот самые корявенькие, извини, пожалуйста, но вот это твое... Не угадала. А? Не угадала. В смысле? Нет. Давайте отмотаем. Дорогие зрители, вы же видели, что он сюда положил? Я забыл, что нас снимают. Ну, мы же это показывали. Сейчас, смотри, сейчас будет самый ровный пирожок в твоей жизни. В моей жизни, да? Смотри. Откуда ты знаешь, какие я пирожки леплю? Я не знаю, какие пирожки лепишь ты, я знаю, какие я делаю, я в себе уверен. Все, раз, два, три. Ты понимаешь, что если он разойдется, это будет фатально? У меня ничего не расходится. Все нормально. Сейчас. Лена, скажите, надо нормально залепнуть. Все, вот так вот, аж залеплю. Какой-то у меня хинкарик получается. Прищипывать. Что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Это потом будет кусок теста. Это, кстати, великое искусство правильно прищипывать пирожки, чтобы там не было большого валика теста. Ну, щипани разочек, щипани. Я тебе... А, ногти-то не позволяют, конечно, модные. Я не готова у вас просто. Ну, у нас сегодня твой день. Твой бенефис. Валентина, доброе утро. Из Венесейска дозвонились вы, да? Доброе утро. Да. Скажите, у вас там в Венесейске, может, какие-то фирменные пирожочки вы печете? Конечно. Какие? Вот я не слышала, допустим, пирожки из щавеля. Вот. 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 Например. А я недавно про это рассказывал. И мне кажется, они же кислые. Кислые. Щавель, он кислый. С сахаром. Какой вкус получается? Какие они у вас? Кислые, сладкие, соленые? Какие? Нет. Щавель нарезаешь мелко. Ну. Отвариваешь. А. Чуть-чуть. Он такой темный становится. Масса такая. Потом отсыживаешь хорошенько, чтобы не было жидкости. Ну. Добавляешь или мед чуть-чуть, или сахар. А сколько варится-то, Щавель? Да. Просто вот сразу увидите, он же зеленый обычно, а он такой темный становится, потемнеет. Слушайте. Ну, там минуты полторы-две, не больше. А вы почему их жарите? Потому что щавеля много и некуда девать, скажите честно? Или потому что очень вкусно? Это еще с детства. Я родилась в Хакасии. Ага. Жила. И мы все время ходили через Абакан на острова и собирали там щавель. И всегда вот там мама стряпала эти пирожки. А вы кому-нибудь передали это умение? Вот. Конечно, я и сама стряпаю. Ну. И милочка моя любит. А, да? Да. Мы просто тут говорили о том, что вот уже молодежь как-то отошла от пирожков. Не любят они. Считают, что это для фигуры вредно, например, или еще по каким-то другим причинам. Еще очень как любят. Просто готовить не хотят. Не знают. Нет? Не замечаете такого? Да нет. У меня все ели. И я. Вот. Я надеюсь, что пирожки это наше все еще надолго. Спасибо большое за звонок. Покажите, пожалуйста, прогресс Артема. Вот сейчас, мне кажется, Лен, вы там как-то ему, наверное, помогаете? Нет. Вот он стал как-то намного лучше делать все время. Я понял. Хитрость прищипывать. Прищипывать. Прищипывать хорошо, чтобы они не лепились. Я как будто массаж теста делаю. Так. Вот пока Лена и Артем занимаются пирожкованием, я бы рекомендовала вам посмотреть наш следующий сюжет. Не знаю, как вы, мне очень важно всегда знать, какие прически сейчас в моде. И там, посмотри, кто ты под боб-каре. Прости, господи. А это уже не модно. В общем, есть такие люди, которые всегда знают, какие цвета красить волосы, как стричься. Мы объединили все это в общий сюжет. И сейчас вам расскажем. Слушайте внимательно. Спасибо большое, Наталья Маркова, ее модным советам. Теперь мы знаем, какие прически в тренде. Ну, знаете, а мы подошли к ключевому моменту, возможно, всего эфира. Солнышко, вот такое получилось у нас. Мы же собираемся, знаете, что делать? Эксперимент великий. Мы хотим пирожки сделать в микроволновке. Здесь в студии. Я лично никогда такого не делала, не очень верю. Уж я тем более. Я верю Елене Букиной, которая говорит, что... Все получится. Все будет нормально. Главное это вера. Ну, это не ее метод. Полторы минуты на один пирожок. Получается, у нас пять пирожков на полторы минуты. Вот. И мы посмотрим. Мы, может быть, поставим потом на гриль для того, чтобы они... Подрумянились. 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 Что думает у нас Любовь Васильевна из Стоянногорска? Любовь Васильевна, доброе утро. Любовь Васильевна, доброе утро. Здрасте. Она ждала долго. Мы все ждем, ждем звоночка. Расскажите, какие у вас любимые пирожки, пироги. А мы пока что поговорим про наш интерактив. Какие ваши любимые пироги? С капустой или луком и маяцом? С капустой ридирует. Это чистая случайность, я считаю. Это закономерность. Ну, не знаю. Потому что капусты самые вкусные, самые сытные. По моим наблюдениям, вот ты в очереди за пирожками стоял когда-нибудь? Всегда. Я просто люблю, я часто покупаю пирожки, но я не знаю, но я в неделю стабильно раза три-четыре точно захожу в пекарню. Вот красноярцы, наверное, со мной согласятся, когда едешь на озера в Хакасию, останавливаешься на остановке Бирюса, там всегда продают пирожки, вот тетушки продают пирожки. И я ведь наблюдательная. Я думаю, что берут. С луком, с яйцом лидируют всегда. Я смотрю. На первом месте. На первом месте, да. Второй с капустой. Вот. Я тоже, я согласна. С серебром тоже неплохо. С мясом и рисом. Любовь Васильевна Сеногорска все-таки до нас дозвонилась. Доброе утро, Любовь Селина. Доброе утро, Астер, Наташенька. Здрасте. Доброе. Скажите, вы какие пирожки любите, какими можете похвастаться? Может быть так? Люблю я, конечно, картошка, капуста, да, это любимые пирожки мои. Да. Такие, когда изысканные делаю, я делаю для внучков своих. Творожком, с морковочкой. О. Творог с морковкой вместе вот? Нет, нет, это отдельный пирожок. Это разное. Знаете, все бывает в мире. Нет, нет, нет. Морковочка, это отваривается, на терочке трется, чуть-чуть сахарочку, когда уже пирожок лепишь, тогда сахарочку засыпаешь. А пирожок с творогом, это не ватрушка случайно получается? Нет, 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 это просто пирожки. А они сладкие или соленые? Сладкие. Можно соленые сделать с чесночком, но можно делать сладкие. Для внуков я делаю сладенькие. Получается очень сытные пирожки, потому что творог очень он сытный. Творог, если не сладкий, творог делает яйцо, ложится туда, подсаливается и чесночок. Это не сладкие пирожки. Скажите, потребители-то у ваших пирожков находятся, а то тут мы начали говорить, что... Спрос, спрос есть. Молодежь нынче не та. Конечно, конечно. У меня внуки приучены с детства, они даже помогают мне все лепить с маленького возраста. У меня одни внуки, третий внука. Все мальчики такие подготовленные, у меня в кухне все знают. Как и сын, так и дети, внучата наши. Слушайте, ну ладно, я отметила себе вот с чесночком-то вот... Спасибо вам большое, Львов Васильевна. Ну вот, вот она в чем проблема. Молодежь нынче, потому что не приучают ее. Просто кормят, но не учат. А здесь вот учат, передают поколение. Да, 233-11-66, блок полезной информации, а мы уже... Надо бы проверить. Ну, пока подождем, пока подождем. Блок полезной информации, не переключайтесь. Всем еще раз доброе утро. Сегодня у нас самый, наверное, аппетитный эфир. Готовим мы пирожки. И вот еще у нас печется-печется в микроволновке. Эксперимент у нас такой. Получаются ли пирожки у нас, собственно, в микроволновке? Я делаю ставку на то, что сейчас, знаете, половина аудитории говорит, да вы что? Ну что, какая микроволновка? Ну что это такое? Ребята. Оп. Сейчас все увидим. Момент истины. Барабанная дробь. Ну, мы, знаете, еще так... Лена, если не доделаны, поставим, наверное, еще... Еще раз, да. Да, открывай, давай. Открывай. Та-дам! А-а-а. Ну, пахнет аппетитно очень. Лен, посмотрите, пожалуйста. Поднялись уже прекрасно. Слушайте, ну, хорошо получается. Да. Давайте еще поставим. Еще поставим чуть-чуть. На комби-режим, гриль. Давайте. Да, мы откроем секрет, мы еще гриль подключаем, тут он есть у нас. Так, на минуточку еще или на две? На две. На две, давайте. Мы хотим добиться, чтобы они подрумянились. Ну, и пока, собственно, они у нас срумянутся дальше, но пока мы ждем итога, получаются ли пирожки в микроволновке, хотелось бы узнать, в чем все-таки действительно секрет идеального пирожка? Может быть, какая-то хитрушка из теста правильное, там, пропорции начинки? Да, на теплом молоке, баланс соли и сахара, яйцо, молоко, мука, но главное не сделать его очень густым. Подождите, на теплом молоке, вот тут на этом моменте. То есть тесто на теплом молоке? Да, да, обязательно теплое молоко и сахар, и дрожжи. Не на воде, не на воде, а прямо на... Ну, на молоке, конечно, вкуснее получается. За счет того, что молоко подогрели мы, получается, дрожжи растут, тесто пушистое, и в самом конце добавляем масло. Или растительное, или сливочное, а что есть. То есть объем такой получается. И получается, что тесто после того, как уже с маслом, да, можно его уже в муки не добавлять. То есть оно должно быть нежное, пышное, и желательно его не раскатывать руками, оно получается более нежное. Начинка. Что с начинкой? Начинка, вот моя любимая, яйцо, зеленый лук, вот, потом мне нравится картошка, жареный лук с грибами можно. Рис, мясо, господи, начинок вообще мемель-мемель. Ну, какой-то, припомните... Кстати, вот морковка, очень вкусно. Вот, кстати, ни разу не пробовала пирожки с морковкой, но, мне кажется, нужно... Разрекламировали сегодня, нужно обязательно попробовать, поэкспериментировать. Я не знаю, меня всегда удивляют эти морков... Ой, тут у нас гриль, да, это дымит. Вот эти морковные пироги какие-то делают. С щавелем очень, кстати, вкусно. Да. Да, действительно, ревень тоже. Недооцененная. Недооцененная, они, ну, используются в основном в деревнях, да? Вот. Щавель, он такой имеет кислиночку, и ревень имеет кислиночку. Ну, нам недавно звонили, это тоже рекламировали, все очень вкусно. Так, и надо нам... Сколько вам осталось? Открывайте, открывайте. Открываю, тут уже дымит. Ой. Смотрите, ну, они белые, они не румяные. Но они еще не готовы. Не готовы еще. Еще ставим на гриль. Ставим дальше, да. Еще на 2 минуты. Ну, дорогие зрители, это же... В общей сложности получается 6 минут у нас, да? Эксперимент. То есть надо много времени? То есть если вы думали, что с помощью микроволновки сэкономите время, не получается. Нужно увереннее. Я вам говорю, сейчас все люди такие ха-ха-ха. А мы же говорили вам, мы говорили, не слушали. Ну, что? В духовке так же. Ну, тем не менее, мы попробуем. 10-15 в нагретую. В принципе, времени... Слушайте, а вот в этой высокой кухне, вот когда в ресторанах, я не знаю, там какие-то пирожки имеют место быть? Вот вы же шеф-повар. Конечно, к супу подается. Да? Очень вкусно. Кухие, например, растягачки подаются маленькие. Это очень вкусно. То есть специально. Ну, это русская кухня, да? Наверное, так? Да, конечно, русская. Вы слышите? Даже в ресторанах. Калиточки подаются ржаные. Ну, это уже, будем говорить, уже там Финляндия, Норвегия, в ту сторону. Ну, это тоже любят люди. Елена Букина, наш любимый повар была у нас в эфире. Вообще-то шеф-повар, она ресторанный. Но помогает нам делать пирожки в микроволновке. Спасибо, что научили самое главное делать пирожки. Теперь буду знать, друзья, участок в нашем интерактиве. Кстати, с луком и яйцом вырвались. Возмутительно, срочно за капусту. Друзья, ну, а мы переходим в следующий час. Да. Какие пирожки вы любите? А за этими-то следим еще. Узнаем, что дальше будет. Что-то махнет же вкусно. Нормально.